Царь небесный, утешитель души истинный, Веже бездесный, и вся исполняяй сокровища благих, И жизни подателю приеде вселися вны, И очистены от всяких скверных, И спаси Боже души наши. Мы остановились, Евангелие от Иоанна, Седьмая глава, 32-36 стихи. И услышали фарисеи такие толки о нем в народе, И послали фарисеи и первосвященники, служителей, схватить его. Иисус же сказал им, еще недолго быть мне с вами, И пойду к пославшему меня, с большой буквы, конечно, пославшему. Будете искать меня или не найдете, И где буду я, с большой буквы я, Туда вы не можете прийти. При всем иудеи говорили между собой, Куда он хочет идти, так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в Еленское рассеяние и учить еленов, Что значит сие слова, которые он сказал, Будете искать меня и не найдете, И где буду я, туда вы не можете прийти. Толкование. Блаженого Феофилакта. Посему они посылают служителей, И таким образом предохраняют самих себя От могущей последовать опасности. А их предают в жертву ярости народной. Прямо интересно, в жертву ярости народной. Подумайте сразу на эти слова. Так они везде соблюдают свои выгоды. Что вы, говорит, стараетесь об отшествии моем? Зачем гоните меня? Потерпите немного времени, И я взят буду хотя бы вы, И не желали схватить меня. Показывая же, что смерть его будет не такова, Какова у всех вообще. Он говорит, куда я иду, туда вы не можете прийти. Ибо если бы смерть его была обща, Исходно со смертью большинства, И он должен был бы остаться мертвым, То он не сказал бы, что вы не можете прийти. Ибо в общую смерть мы все пройдем и приходим. Но, как я сказал, желая показать, Что смерть его не такова, как у всех. Он говорит, что вы не можете прийти туда, Где я буду. Словами будете искать меня и не найдете, Из контекста, Показывает, что они будут желать его. Прямо так и написано. Будут желать его. Можете запомнить слова, вопрос задать. Когда же они искали его? Когда же они искали его? Вопрос. Лука сказал, что многие женщины Блакали о нем. 23 глава Евангелия от Матфея, 27 стих. Вероятно, что это чувство испытали и многие другие. И особенно, когда город был разрушаем. Вспомнили о Христе и чудесах его. И желали его присутствия. Лука 17 глава, 22 стих. Очень интересно. Очень. Желали, вероятно. Невероятно. Говорил он обо всем этом с тем, Чтобы привлечь и склонить их на свою сторону. Рассеянием они называли язычезников, Которые елены. Потому что они рассеяны повсюду. Ибо иудеи в древности не смешивались с ними, Но собранные в одном месте В Палестине Поносили язычников за рассеяние повсюду, Что впоследствии обратилось на них самих. Вопрос может быть здесь. Ибо евреи сами сделались рассеянием. Вот все. Сколько я? Четыре вопроса. Ты считаешь как? А мне вспомнилось, когда на прогулку уводят мне, А в это время в камере проверяют, Такая ручка, киянка деревянная, Ну, а кована медит. И колотят, не оторвали, нигде чего. Я захожу, А на столе у меня лежит к камеру. Кандак. Это не просто так. Кто-то стихотворец был там, да? Вот так, кто-то, другое-то. А у меня на столе лежит объявление. Не объявление, а, кстати, жалоба, Что начальнику тюрьмы Надо начать выводить, Доводят, там 10 минут обратно заводят. А они прочитали и утащили. Так, я постучал сразу. Так, вы меня взяли? Верните. А то я второе напишу, еще хуже будет. Да мы не брали. Ну, ладно, тогда не надо. Я сажусь и пишу тогда все уже. Берут и мало того мое заявление взяли, Это вообще преступление. Они тоже заявление принесли. Мы тебя по часу будем держать там на морозе. Ну, только не пишите никуда. Их сразу премиальных лишают. Так интересно, посмотришь. Взрослые дядьки. А один ходит. Только зашли наверху. Прогулка. Так, ну да ладно, мужики, не стучите. Ну, подождите маленько-то. А никто не стучит, ничего. Вроде бы он делает одолжение, Вместо часа 10 минут. Ну, чтобы не замерзли бедные. А ко мне, главное, тоже вот так вот залепился. Пора идти? Я говорю, не пора. Прошло только 47 минут. Откуда, вы знаете, счетов нету. Не знаете, я зашел в тень, откуда идет. Я сразу высчитал, сколько идет. Они забегали как. Ну ладно, давайте. Вот там езди, вот так наклонишься. У нас снег сталкивает. Такая щель. И видно купол Покровского собора. И они уже узнали, что мне нравится там быть. Мы в следующий раз себе в эту камеру посадим. Только иди вовремя. А когда кто-то есть, на поворотах, на всех охранники стоят. Это надо уйти ему. Даже там можно все сделать интересное. Вы знаете, когда кончается арест, прости, пожалуйста. И все уже. Он должен продлить это, что сидит человек-то. И они забыли про меня. У меня, значит, какого-то там 5 марта, кажется, заканчивается все. Мы уже договорились о какой камере. Как только откроют, я сразу в коридор выйду и бежать от них. Они тогда забегают все. Ну я так и сделал. Как только зашли они, проходят вперед. Как дела? Я говорю, а мужики тогда... Я уже вышел в коридор. Ну там не забывай к нашим родным, зайди там, скажи. Начальник там выехал, майор. Меня трогать нельзя. Он вот так руки растопырил, так, лапки. Ну подождите, мы сделаем там, узнают или выпустят. Продрения-то нету. Я говорю, я еще держать. По закону обязаны выпустить. Я сумочки на плечо и вот так выхожу. Посмеялись только. Везде можно найти возможность как-то маленько скинуть давление. Ну вот давайте про давление. Вот давайте про ярость народную. А что они могли сделать? Вот глядите. Сейчас опять скажу. Ну вот картинку нарисуйте мне, что там происходит тут вообще. Как оно все. Тут вообще все расписано по полочкам. Вот глядите. Есть фарисеи садукеи. Они хитрые такие, там книжники сидят. А у них слуги есть. И они-то видят, что Христос не поддается. Как его взять-то? Непонятно. Единственное только, чтобы он что-то такое сказал. И что можно было увидеть, что он закона не исполняет. Хорошо бы из его уст. И они посылают своих служителей. А народ за Христа вокруг. И написано. И они их послали, этих служителей, для того, чтобы если ярость народная зальется, то сначала на них, на этих служителей. Ярость народная. И вот, вспомните, да, вставай, страна огромная, пусть ярость благородная вскипает, как волна. То есть, вот эта вот ярость в народе вскипала. И что они делали? Что они делали? Ну, служители там пришли взять Христа. И как бы ярость вспыхнула? Что бы евреи сделали? Камни схватили. А кого побивали бы-то они? В Христа. И он прошел, говорит, среди них. И решили его свернуть с горы. У вас со слухом явно что плохо. А он прошел. Там речь шла о том, что народ поднимется против тех, которые, наоборот, под Христа копают. Об этом речь идет. Ну, правильно. Так-то. Ну, в данном-то случая заметка-то не была какая. Даже в Саддуке это. Они не признают душу у человека. А признают только они пяти книжек, Тору. Так он на основании Тора их и говорит. Это вы считали такое? Я бог Авраам и Саак Яков. Ну, да. Так у бога-то все живые. И что я хорошо знаю священную писание? Он не сказал, я был богом. А я есмь сейчас, в настоящий день. Тут грамматика очень сильно помогла. И все. И все. Так как же мы не видали этого. Ну, переходите к фриксеям. А уловить-то его они хотели, чтобы у Пави едет. Это особый главный момент. Деньги. Государственная независимость. Платить, не платить. Если сказать не платить, его рюмлядец грибут сейчас. Если скажут, платите евреи на него вермо. Кого? Бандитов бог посадил, а ты свергать надо? Вот это сегодняшняя обстановка такая. Все, что только нету. Виноват тот-то. Президент. Вы знаете, президент. Виноват-то, виноват. Но взял на себя очень много. Помоги ему, Господи. Я никогда так о нем не молился, как сейчас. Даже ночью все, помолился, пошел. Я же его не помил молить. Повернул назад на кухню. Ночью один. Патриархи? А? Патриарха не помянули? Президента? Президента. Я помолился за всех узников, за всех призванных на фронт. А президенте даже никаким, как тяжело, я понимаю. Но мы молимся за него, и что там говорить, молимся. Когда тут-то вот, пять человек, и ума не дашь. Да, тут столько всего. Непонятно, Херсон оставлять или нет, Харьков оставлять или не оставлять. Я как молюсь? Да будет воля твоя будет. Все президент совершенно. Он так много взял на себя. Вообще нет. Все государства мира, все против, почти все. Ну не считая там Сербию. Это все было просчитано. Я думаю, когда которые нападают, те не знали. А Америка-то знала. И готовили этого, которым в Украине-то ставленник Зеленский-то, не сказали Владимиру. А он на полном серьезе может быть. А сейчас прям везде выступают и говорят, кто он Зеленский по национальности. Министр обороны кто? Все одной национальности. А Израиль прямо объявил поход. Теперь мне становится уже ближе. Почему Армагеддон должен северный князь послать войска, когда можно ракету запустить? Без ракеты войска пойдут, и все погибнут. А те, не малость, умняшися, дадут атомный взрыв. Вот сегодня уже прямо рядом где-то совсем. Рядом, да не очень. Так, Игнатий, благодарим вас, но вопрос был не об этом. Да понятно. Но вы рассказываете совершенно верно, потому что про это тут пишется. Вопрос мой был о том, что как ярость народная выплеснулась бы на садукеев, фарисеев и книжников. Вот в чем дело. Потому что народ любил Христа, тут написано. Нет, они этого не думали об этом. Мы поставили вопрос, что на них выплесчат, такого в Библии нету. У них все дело в том, чтобы против Христа поднять. Вот тут прямо подыскать, подыскивают. Вот еще раз вам читаю. Вы говорите, нету в Библии. Еще раз читаю. Иисус сказал им, что еще недолго быть мне с вами и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете. И теперь толкование такое. Посему они посылают служителей и таким образом предохраняют самих себя от могущей последовать опасности. А их предают в жертву ярости народной. Их служителей, которых они посылают. Люди там идут за Христом, слушают его. Это они думали так вот. Такого Христос не говорит. Это толкователь говорит, что если такое дело, народ повернется в ту сторону. Это они думали. Писание об этом не говорит. И мы рассуждаем даже. Как не рассуждаем, когда тут об этом сказано. Это толкование. Вот и теперь я задаю вопрос. А что мог народ такого яростного сделать, что садукеев и фарисеев... Никак. Никак. Это партия единый рост и справедливая. О чем я и вопрос? Вы-то зачем шумите? Я знаю, что вы знаете, дайте другим подумать. Да ты меня спросил, он у меня смотрит. Да не на вас я... Да думаю, как он меня... Да я на вас смотрю, как духовная подпитка. Ладно, толерантность была у них. Вы, как атомный реактор, вот гудите сильно и даете всем энергию. Вы так знаете. Вы, как Виктор Савченко, задаю вопрос, дайте, мы радиослушателям. А Виктор Савченко отвечает, я говорю, кто там отвечает так? Я говорю, Виктор, ты-то что, я народу задаю. Ты-то и так знаешь, что ведешь занятия. Натравить они не могли. Толерантность. Нельзя было трогать никого. Эх, эх, эх. А кто так думал, как Игнативныч? Или вообще никто ничего не думал? Брат, ты что-нибудь понял? То, что я вопрос задал? Я думаю, что понял. Ну и ты что можешь сказать? Вот Игнативныч, он вдохновенно сказал. А ты можешь что-то сказать? Что они из-за страха, что на них будет против них восстание. Да, против них именно восстание. Да, да, да. И они поэтому боялись, что Христос вообще власть захватит. Я так понимаю. Почему так? Ну как я вижу по этому. Не пропускай. Ну и других мест, где они совещались. Мы ничего не успеваем. Ну да, да, да. То есть это мысль... Какая-то боязнь, я думал. И говорят, тогда римляне придут и разрушат все это. Я думаю, это одна из основных мыслей была, что в нем они видели, ну, может быть, неправильно скажу, конкурента. Ну да. Вот этого лидера, который может... Вот сейчас они могут влиять на народ, лидер мнения, так называемое. А тут пришел, кто он, учился он, где, откуда мы учились, мы знаем. Вот у нас у каждого... А он кто? Сын плотника, откуда? Из Назарета. Ну вот ты согласен с Игнатьичем, что ничего бы этого не было? Трудно сказать. Ну, они заранее, они предупредительные действия делали. Ну да, нет, нет, ну вот Игнатьич говорит, но ничего бы у них не получилось, потому что... Потому что эта партия была такая очень мощная и так далее. То есть даже если бы ярость народная была, то ничего бы не было. Ты согласен с этим? Не знаю. Нет, ну... Они на предупреждение работали. Игнатьич совершенно прав. Ничего не... Они могли бояться, но ничего бы не было. Вот в чем дело. То есть мы заранее говорим, что Христос действовал до такой степени мягко, что ничего бы не было. Он противоречиво действовал Христосу. А это не... Он явно не натравлял ни на фарисеев, садукеев, ни на римлян никого не натравлял людей-то. Он как бы и против тех, и как бы и против здесь, и как бы из-за Бога. И люди видели, что когда он говорил о Боге, то он говорил как власть имеющий. И люди... Но люди как за пророков, вот они как за Яна Крестителя. Ну, когда Яна Крестителя взяли, что было? Да ничего не было. И тут то же самое. Тоже есть моменты. Люди идут за ним. Но если бы Христа взяли, ничего не было бы. Давайте рассуждать можно, да? Вот Игнать Тихонович. Только не языком. С одной стороны... Местописание... Иногда местописание... Мысли выражать в помощь языка. Ну, понимаешь, что ты уже все сказал. С одной стороны... Теперь ты скажи, почему ты думаешь, что не было бы... Что могла бы вылиться какая-то наружная яра. Я это сейчас подвести. Вот, представим ситуацию такую гипотетическую. С одной стороны, Игнатий Тихонович, вот то, что он сказал, да? Что этого не было бы. Нет, давай без гипотетам, я тебе никакую... Я хочу закончить мысль. Давай историческую проведи параллель. Вот Христос, вот фарисеи, вот народ. Я могу провести параллель историческую. То есть для меня история это факты из жизни, из реальной. Это правильно? Нет, нет, не надо Игнать Тихоновича сюда. Я тебя прошу, не надо. Игнать Тихонович уже сказал. Здесь никак он не подходит, Игнать Тихонович нам. Игорь, я можно закончить мысль? Или вообще молчать? Нет, ты уже свою мысль высказал. Игнатий Тихонович... Я тебя просто спросил. И он прав или не прав, и все. То есть мог народ поднять ярость народную и свергнуть фарисеев? Я хочу ответить на этот вопрос. Так ты же уже говорил мне, все, дошел до этого. Я тебя спрашиваю, да или нет. Ты говори, да или нет. Когда ко Христу подошли, можно ли платить, подать кесарю, или нельзя платить, подать кесарю? Как Христос ответил, да или нет, или он что-то по-другому ответил? Вот как Христос отвечал на этот прямой вопрос. Да или нет, надо платить, подать кесарю, или не платить? Ты как Христос хочешь ответить? Ну-ка давай, отвечай, я с удовольствием послушаю. Ну ответа-то такого не последовало, да, или нет? Ну давай, ты что ты хочешь на отдых? Я тебе конкретно... Я просто хочу... Я тебе спрашиваю о толковании. Ты то ли меня не... На, сам читай. Да я услышал толкование. Ну тогда что ты в нем... Плохо вижу. Скажи мне, ярость народная... Я запомнил. Тут говорится о ярости народной. Ты мне скажи, ярость народная выплеснулась бы или нет? Игна Тихдыч конкретно сказал бы. Они так думали, что это может быть. Вот там написано, потолкование. А я тебя исторически спрашиваю, а было такое где-то, что ярость народная выплескивалась или не было? Ты историю как знаешь? Ты по истории мне скажи, вместо писания. Мы сейчас изучаем Слово Божие. Я тебе по истории говорю Слово Божьего. Братья, брэк, 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 брэк. Если ты ничего не вспоминаешь, так скажи, я не помню. Я помню тебе, скажу. Без истории. В 90-м году было такое понятие. Вот. Игна Тихдыч подсказывает. А что подсказывает-то? Ты должен знать-то со мной, не спорить. Ну, значит, вас, вот, рука подняла. Братья, я вот что хотел сказать. Когда завоеватели завоевывали какую-то страну, они, как правило, брали в заложники царских детей. Если поднимете восстание, все будут казнены. И поэтому Ирода дети учились и, может быть, без экзамена принимали в университеты. Но кто-то ему шепнул, злодею, они там набрались такого, римлян, ты не нравишься, чтобы они тебя убрали. Убрали. Он сразу арестовал и казнил обоих детей. Обстановка какая. Поэтому везде правитель, который был, он что угодно делал, лишь бы только его не сместили, удержать, как Ирод. И поэтому вопроса, да. Вопрос серьезный. Но они однажды сорвались. Почему? Эти были сикарии, называется, кинжальщики. Они подняли восстание. Ну да, гарнизон перебили. А дальше? Ну а дальше приходит, знаете, кто приходит? Веспасиан. А заканчивает его сын Тит. И теперь они разошли не просто на 10 лет. Нет, они на 2000 лет разошлись, рассеяны. А дальше величайшее чудо в мире. Еврейский народ в 1948 образует, там герцог главную роль сыграл Израиль. И вернуть, даже это великое, еще более великое, вернуть язык национальный, которого уже нет. Брат, ты видишь, далеко. Это вообще непонятно для меня. А он же должен был про советский Израиль быть, да? Как она говорит? Про советский. Ну, ребята, вот. Говорит, что когда образовывалось государство Израиль, оно должно было поддерживать Советский Союз, по идее. Ну, по идее, поддерживать. В журнале Огонек. Не просто так его создали. Виталий Коротич был тогда. Главный редактор Огонька, Виталий Коротич. И статья была, Гитлер-основатель Израиля. И доказывает это все. Вот как. Надо историю знать все-таки хоть немножко. Почему? Потому что Гитлер, конечно, можно. Даже Генрих Гиммлер ничего не мог сделать. А отдельно, которые богаты, они... Театр свой был в Ост-Венцебе, говорят, или где там у них... После этого же антисемизм... Да. Начался... Советский Союз отошел антисемит. А потом опять отменили эти... Так, ладно, пошли дальше. Вопрос у меня такой. Вот как это влияет на наше спасение? Вот этот вопрос заданный был. О восстании, вот наши ответы, исторические факты. Как вот мы же... Я думаю, что у нас не исторический здесь кружок. Хотя, если бы мы занимались... Я участвовал в Олимпиадах по истории в свое время. Ну и все. В школе. Но я думаю, что мы в рамках здесь сейчас будем приводить места исторические. Для чего мы их приводим? Как это на наше спасение влияет? А вот ответь на этот вопрос, если у тебя не хватает. Сестра Елена, руку. Да, конечно, конечно. История учит нас. То есть история циклична. Если мы... Этот урок не прошли следующий, он опять то же самое повторяется. То есть сейчас повторяется то, что уже было. Мы должны взять руки историй... Да, вот. И не повторять. Продвижения? Конечно. То есть если мы не будем знать историю, то мы снова на те же грабли будем наступать. А историю какую мы сейчас изучаем? Историю жизни Господа Иисуса Христа? Или мы сейчас говорим о другой истории? Так, Игорь, все, успокойся. Сейчас я все разрешу. Если Игнатий Иванович не сказал о том, что я говорил, это не значит, что я не скажу. Теперь слушай внимательно. Деяния святых апостолов. Апостолы, когда приводят апостола Павла к этому... Сейчас там... Ну, по-моему, про консулу Павлу. И он говорит, а кто это? Что такое? И он ему говорит. Но вот были такие, говорит, у нас, как Варь Иисус, потом это, там еще кого-то называет, которых, говорит, четыре тысячи, а другой пять тысяч собрали, и там, говорит, их побили, говорит, за Иерусалимом. Это какая тебе история нужна еще? Что, вспоминаешь, нет? Нет, я... Что, нет, да? Я хочу понять, как это относится к нашему месту священного описания сейчас. Я тебе сейчас, я тебе говорю, мы сейчас берем это из библейской истории, то, что я тебе говорю, или нет, что именно берем? Так, хорошо, ладно, хорошо. Толкование... Хорошо, приходят, прибегают к Иисусу и говорят, там, говорит, этот, Пилат пролил три тысячи кровь галилейской, галилейских мужей. Три тысячи пролил кровь, а в чем дело? Мятеж, мятеж, прямо около храма мятеж какой? Значки вывесили, это нам говорит уже история, мы не знали, тут не написано. А евреи это сохранили, житие святых сохранилось, вывесил свои стандарты, какие легионы присутствуют сейчас здесь у него, какие когорты. И это на стене Иерусалимского храма. И галилеяне массово пришли на какой-то праздник, увидели это, и попытались сорвать их. И было убито три тысячи человек. Это мятеж или не мятеж? Мятеж, мятеж. Это ярость народная. И я просто спросил, какая могла быть ярость народная, почему так они испугались. И мы сейчас выяснили, что ярость народная бывает страшна. И поэтому то, что здесь написано, и то, что посланы были служители, а послали их фарисеи с Адукеи, об этом Игнатий Иванович сказал, за свою власть они будут цепляться зубами. Они тебя вытрясут наизнанку, ты не прав. Ты не прав. А Христос, он шел мирно, и все равно они его трясли. И как это влияет на наше спасение? Да ты готов должен быть к тому, что тебя вытряхнут, как сливу, вот так вывернут наизнанку. За то, что всего лишь ты идешь и говоришь о Христе в этом мире. Понял? Можно? Я хочу обратить внимание на вопрос, на то, как Господь отговорит служителям. Вот именно слова его. Сейчас прочитаю. Еще недолго быть мне с вами. Вот они приходят от служителей, от фарисеев. Услышав фарисея, такие толки о нем в народе, и послали фарисея и правосвященники служителей схватить его. Вот цель. Они послали его схватить. А как Христос к ним обращается? К этим людям, которых задачу поставили схватить. А он отвечает им. Иисус же сказал им. Еще недолго мне быть с вами. Еще недолго быть мне с вами. И пойду к пославшему меня. И будете искать меня, и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти. То есть приходят его схватить, а Христос как отвечает. Вот как характеризуют Христа вот эти слова. Вот это можно, на эту можно тему порассуждать? Приходят его схватить. Вот представьте, мы дома находимся или где-то, или вот идем на улице. И вот идет группа людей с целью тебя схватить. Какие ощущения должен испытывать человек, которого, ну он понимает, что по виду, по действиям, его должны схватить сейчас. Что мы должны ощущать? Страх? Или убегать мы должны говорить? Вот когда я читаю эти слова, меня просто удивляет тот, ну, те слова Господа Иисуса Христа. Удивляют этим спокойствием. И я в этих словах вижу некую власть и силу. То есть как бы некое снисхождение, как к малым детям. То есть они идут его схватить, ну, дальше что? А Христос вместо того, чтобы убегать, как-то бояться, не трогайте меня, вот такие слова. Или, ну, зачем вы идете? Не уговаривают их. А он как бы со снисхождением говорит, вот такое ощущение у меня складывается, как будто к малым детям обращается. Зачем вы это делаете? Вы будете меня искать, подождите. Вот я сейчас читаю, я взял из Святого Иоанна Златоуста вот такие слова. Прочитаю сейчас. Имея силу и преклонить, и устрашить... Еще недолго будете быть мне с вами. Имея силу и преклонить, и устрашить слушателей, он произносит слова, исполненные смиренно мудрее, и говорит, как бы так. Так, зачем вы стараетесь убить меня и преследовать? Потерпите немного. Я дозволю вам задержать меня и без вашего старания. Потом, чтобы кто не подумал, что в словах еще недолго быть мне с вами, он говорит об общей для всех смерти, а так и действительно думали. Чтобы говорю, кто не подумал этого, а вместе и того, что по смерти он уже не будет действовать, он присовокупил. И где буду я, туда вы не сможете, не можете прийти. Если бы он должен был остаться в области смерти, то и они могли бы туда прийти. Потому что все мы туда отходим. Эти слова преклонили к нему людей простых, устрашили дерзких, а любознательных побудили спешить к слушанию. Потому что уже немного остается времени и не всегда можно будет пользоваться таким учением. И он не сказал просто, здесь есть, но быть мне с вами. То есть, хотя вы меня преследуете, гоните, но я и короткое время не перестану устраивать. Ваше счастье говорить то, что относится к вашему спасению и наставлять вас. Меня эти слова поразили. Брат, ты нам зачем прочитал то, что я прочитал в толковании? Я вот сейчас прочитал. Брат, это в толковании, ты слушай толкование. Зачем ты нам вот это все прочитал, когда это все в толковании скажешь? Я прочитал для чего? Феофилак Болгарский уже взял у Златоуста, и я прочитал это все. Что ты нам опять читаешь-то это? Ты вопросы задавай, это понятно. Вопрос. Я не вопрос задаю, я мысли высказываю. А что мысль? Тут она просто... Вопросы, когда я хочу узнать ответ. Брат, тут уже все сказано, здесь это, все сказано, вот. Чувствами, ощущениями. Брат, вот тут все это прочитано было, все. Говори. Отличник сидит на первой партии, все время руку вот так нажимает. Да и правильно. Не, не так только. Не, не. У нас нельзя было там что-то, у нас вот только ты мог. Дорожай. Вот Игорь говорит, как это влияет на наше спасение? Вот все вот эти вот строки, которые мы читаем. Вот эти книжники, фарисеи, садуки, они же имели власть над народом? Имели. Конечно. А реальная власть у кого была? У Христа, который их не боялся, который с ними говорил кротко. И как это влияет на наше спасение? Они должны брать пример с Христа. Если кто-то нас... Я говорил не о строках, читаемых, а именно о словах, сказанных Игорем. Ты говоришь... Подождите, Игоря не надо трогать, вы дотрогаетесь его. Я хотел сказать вам, если так перенести на сегодняшнее время, как мудро поступает Путин. Посмотрите, какие были мятежи. В Москве выходили, все прекратилось. Военные, а среди их хвачков Владимир Васильевич. Стоп, сразу тюрьма. И дали такой срок. Теперь выходит тихо, нигде нет. И сразу теперь к Виссариону арестовали. Этого на Урале Романова, которые были закрыли, все это разломали. И это не все. Теперь в Пургал, который, как барс понимает, где-то, идут десятитысячные каждую субботу, раз за разом, а он никого не трогает. Я раньше еще говорил, они за мной смеялись. Я говорю, у него очень хорошие советники. Трогать нельзя было. А как? Когда переводят, когда арестовать надо, Тухачевского Михаила, его сначала отсюда переводят на Дальний Восток, а там уже ждут его. Так и эти. Конкретно. Сразу с Владимир Востоком вяжут Хабаровск. Я не понял, зачем он делал это. А его сразу от должности отстраняют, а теперь другое. И все кончилось. А которые явно поднимались. Один за одним. Не в сом, там перечисляют. Илюхин, это у КПРФ, у этого, у Зюганова, он по юриспруденции. Он все подготовил, судить надо Путина. Здоровье отличное только было. Ему 50 с чем-то лет было. А сразу внезапно болезнь исчезает. Я перечислил таких, ну, человек 8, которые поднимали, которые не шли на попитой. Все до этого исчезли. А я не одобряю ничего, я просто наблюдаю и смотрю. И сейчас, что он вот это вот сделал, это было обдумано сто крат. Они так не думали, а теперь со всего мира танки гонят. Это все обдумано было. И он сразу сказал, если дело станет до ядера, мы не остановимся. И сразу попятились. Нам некуда пятиться, они подминули к нашей границе. Пять минут над Москвой, вам зачем это нужно? Вот я сказал, слова такие, я с ним не имею отношения. Ну, послал я ему книги, видели, они стоят в библиотеке. Я просто молюсь и вижу, он поступает по государственному очень правильно. Решиться на это, это надо железные нервы иметь. Вот я просто хотел сказать, чтобы вы знали, почему я молюсь о нем так. А вы помните Тихий Дон старый? Да. Ну, и новый там, что-то, что попало, я не понимаю. А старый Тихий Дон, они там, этот, Шолохов поднимает, как он такой молодой мог поднять вот эти вопросы изначально? Там каретину не украл. И когда в 16-м году, может помните, там Первая мировая, на фронте офицеры сидят в землянке, там по ним стреляют немцы. И эти офицеры, офицеры в погонах разговаривают, там все вот обоих. И один из них поворачивается там и говорит, ну они там о войне, вот надо там наступление. Он говорит, а я бы капитуляцию предложил. В 16-м году офицер сидит, русский, и один там такой, ну, такой патриот, и он, что ты говоришь, капитуляция? И ему ничего не сделали этому офицеру, который говорил о капитуляции армии своей страны. И потом показывают тут же 17-й год, и вот они, казачьи полки едут непонятно куда, потому что царь, ну это март месяц, и этот выходит, который патриот-то офицер, и начинает там казакам говорить о том, что патриотизм, надо на фронт и так далее. А там уже агитаторы. И агитатор выходит и говорит, казаки, по домам! И он, разворачивайте пулемет офицерам! А уже поздно. Этот кричит казакам, взять их, их тут же берут, выходи. Подошли к вагону и бац, этого офицера, вот этого ревностного патриота, и кончили. А чем закончилось все? В 18-м году, в марте месяца, 3-го марта, подписали капитуляцию большевики, и забрали полностью всю Украину. И до Пскова немцы все забрали. Это что, нормально что ли было? Вы понимаете сами, что случилось? Катастрофа, она до сих пор, это катастрофа у нас. И только сейчас, вот этот президент решил это выправить. Можно? Да, может быть было что-то там духовное, я не знаю, что там было духовного, но православие отодвинули на 500 км от границы. Второе послание Петра, 3-я глава, с 1-го по 2-го стиха. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. Второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Вот я прочитал эти слова, и вот когда еще их прочитал, и из этого я исхожу, что повторение текста, допустим, вот вопрос задал, почему я читаю Златоуста или повторение. То есть я считаю, что напоминание не повредит. Вот допустим, был прочитан блаженный фефилак болгарский, а я прочитал святого Яна Златоуста. Ну, по крайней мере, те материалы, которые я скачивал, там написано было святой Яна Златоуста, я сравнивал. Напоминание. Возбуждение чистого смысла, я считаю. Брат, ты задай какой-нибудь вопрос, который уже, этот вопрос пройден здесь. Какой? Который ты задал, то, что Христос хотел показать. Вопрос о том, что Христос. Да, вон тут прям зачистан все. Какие качества проявил Христос, когда он обращается к тем, кто идет его, ну, служителям? Какие качества проявил Христос? Вот вопрос. Ну, ты и говори, какой вопрос. Ты сам-то отвечай. Что-то маленький мальчик, что ли. Ты его давай, ты нам и рассказывай. Тут все прочитали мы уже. Ты задал вопрос, и теперь отвечай. Как это касается нас? Ну, вот и отвечай, как нас касается. Чувствуете вы, когда слышите эти... Желаете ли вы обратиться к Христу в молитве, когда, допустим, вы видите, что такой Господь у вас, который даже те, кто идет его схватить, а он так к ним обращается. Чувствуете ли вы силу, исходящую от Него? Возбуждает ли вас это желание помолиться? Вот вы прочитали. Возбуждает ли у вас восхищение такое личностью Господа Иисуса Христа? Например, когда я слышал, ну, читал разговор Господа Иисуса Христа, когда ему задали вопрос, можно ли давать подать и кесарю или нет, я просто поразился мудростью, я сам себя мысленно поставил на это место, а как бы я ответил? Я думаю, я никак бы не ответил, я бы запутался и все. И, скорее всего, бы закончилось бы на этом. Брак, ну и у нас такие же точно мысли, как у тебя, я что могу сказать еще? А развить это? И вот когда я подобное читаю, вот, допустим, я подобное читаю, я нахожу эту мысль, я вижу эту мысль, я вижу эту силу в этих словах. Брак, ты местописание какое-нибудь скажи, развей дальше мысль и так далее. Я местописание уже привел. Меня-то ты что побуждаешь? Игорь сейчас на себя хочет перевести, что он тоже как Христос, да? Может быть, рассказать о себе? Нет, не то, что я как Христос, я говорю, что я в личности Христа вижу это, и это меня привлекает. То есть это один еще шаг, потому что когда, допустим, человек, ну когда я был еще, ну я бы не сказал, что я веровал в Бога, я просто приближался. И когда я читал это... Они не знали, что он Бог. А в каком ситуации были такие ситуации? Подобные ситуации? Ну, может быть, какие-то были подобные. Таких жестких не было ситуаций, чтобы меня кто-то хотел уловить. Или кто-то хотел это что-то сделать. Но, на мой взгляд, трудные ситуации были. И я из них не выходил победителем, точно. Я вставал в такой ступор и не знал, что ответить. И выглядел, я думаю, глупо со стороны. Но вот при этом восхищение вызывали у меня такие слова. Я вот когда читаю и смотрю на то, что как Господь обращается, просто думаю, какое смиренно мудрие у Христа было. Ну, даже говорить о Христе так бы и нельзя было, потому что Христос это Бог. А он сам образец, эталон смиренно мудрия. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Подражайте мне, как я Христу, апостол говорит. То есть подражание должно быть. Брат, ты тут такие вещи приводишь. А какие? Глубинные. Что это? О чем ты? О чем? Ну вот тут же это все сказано. Я говорю о жизни. Мы должны иметь те же чувствования, что во Христе Иисусе. Вот, а чувствование. Ну, хорошо, что это. Ну и все, и хватит нам этого. Место писания какое? Те же чувствования, что во Христе Иисусе. Вот как у Христа были. То есть должны быть мы... А если развить эту тему чувствований? Вот если, допустим, Христос с такими чувствами подходит к тем служителям, как мы должны относиться к тем, кто к нам не расположен, допустим, или хочет нам сделать какое-то зло, как мы должны чувствовать? Чувство ненависти, чувство безразличия, какие чувства мы должны испытывать, и какие должны, какие мы реально испытываем. Что? Ну и отвечай, отвечай, ну все молчат, ты отвечай, а как ты думал? Я что-то не понял, ты будешь нам разбрасывать вопросы вот так, а все будут отвечать что ли? Да никто не отвечает. А брат Игорь, ты перед этим сам ответил на вопрос. То есть он как бы к ним, как к малым детям, имея снисхождение, то есть у тебя такие чувства, мысли, когда ты читал об этой ситуации. Ебо я кроток и смирен с сердцем. Устраивает тебя? Ебо я кроток и смирен с сердцем. Внутренне молясь, чтобы тебя чувства были спокойные, чтобы ты не возбуждался, не трусился. А вот когда человек, допустим, возбуждался только в сторону благочестия. Почему бы нет? Может быть пропа вдохновенная. Выйдет, пока тебя не побили, пока в глаз не дали. Вот Игнатих, значит, у него уже была пропаедь, вот он постоянно рассказывает, вот можно привести его пример, как он в тюрьме проповедовал. Его прям самому выводили и задавали вопросы еще. Да когда за счет того, что смиренно мудрость я ввел, то есть и Господь вывел, возвелись. Кроток и смирен с сердцем. Как и Осипа, правильно можно вспомнить здесь. Игнатиныч, вспомнили ваш пример в тюрьме. То есть вот как вы... Так, в одной тюрьме, в другой только привезли первый день, вот как входить надо. Я зашел, мир дома сему, а там не видать дым столько. Но уже к вечеру я нашел место, где уголок. Вот здесь выходить, вот такая вот, вот примерно настолько вот. А вот на этом уровне до палка, тут кровать и шконка, он у меня в лицо дует. Это они еще не значат. А утром я встал когда, ложусь в парень, пораньше чуть-чуть, встаю ровно в четыре, а подъем в шесть. Я только встал в шесть, звонок, они сидят там на третьей шконке вверху и говорят. Батюшка, вот сегодня ночью вы молились на коленях, семь человек сзади остановилось, но вы не видели их. Можем мы с вами молиться будем. Я еще только вошел, первый день, и уже тюрьма знает все. И уже к вечеру знали, вот в десять отбой, в восемь ужин, мое время два часа. Вот как сейчас, сейчас, в рулетке, а не в рулетке этой, в скайпе, а в полчаса моей там я отвечаю на вопросы. Вымыть руки. Среди семьдесят пять человек, среди них, три не курят, вымыть руки. Я даю Евангелие Новый Завет. Они считают, наблюдающие греха, чтобы никто не закурил. Открываются двери, охранники из двух этажей стоят у дверей. Этот, я спрашивал, кто много сидел, даже не слышали про такое, это не может быть. И слушают, я отвечаю на вопросы. И уже на утро, начальник другой тюрьмы меня уже вызывает. Понимаешь, это от Бога, почему за меня молились, я заранее готовился. Молился только об одном, Господь, дай духа молитвы. А Бабтисты спрашивают, что такое дух молитвы. Когда у тебя ничего не надо, тебе только найти уголок, где встать, помолиться, поблагодарить. Понимаешь, как это? Я отовсюду теперь. А звук идет только через туалет, куда идет. Там по трубе стучат и сколько. Мы семь человек идем сегодня на суд. Пятьдесят шесть лет вместе всем даем. Пусть батюшка помолится. А обратно едут, говорят, по два года, до половины условно получили. Кто у вас в камере-то? А в это время вещь открывается, один там одноглазый был. Когда-то лет пять назад своровал, уехал. Его здесь не было, нет. А тут едет с женой, до Барнаула доехал, я пойду папирос купить. Пять лет прошло. Он только вышел, его сразу сапали. Барнаула-то яма среди преступников. Работает уголовный розыск. Его вызовли на допрос. И теперь дверь открылась, а длина такая же, почти шесть метров. И он летит через это, и головой ударился о батарею. С допроса. Я сразу стучу в окошко. Вызвут политоотдел. Мне сказали, как и об этом и другие. Он сразу вышел, меня вывел. Значит, его звать, сейчас расскажу. Владимир Александрович Ульяновский. Так в чем дело? Я говорю, вот такое-такое сейчас допрашивали. И так вот ударили. А он одноглазый. Куда он пойдет без глаза? Да вы что? Дальше началось расследование. И там в тюрьме, там любят, там пустили малу, будто бы я тюрьму открыл, уже всех упускаю. Поскольку я не упускал момента, когда сказать, я боюсь. А в это время один зашел, лять, мять, маленько только. Я молился, я слышал, так мужик, ты помело припуси. А что помело язык? У нас батюшка за всех молится. Все, больше ни одного ветерка в камере нету. Я еще слова не сказал. Почему? Они видят меня. День разбитый на пять частей, по полтора часа я молюсь. Ночью меня никто на горшке ни разу не видел. Я в четыре часа встаю, а о нем никогда не выхожу. Заранее подготовиться надо. Я пришел не просто так, а по повелению Божию. Со мной политоотдел работает, отдельные свидетельства. Там из КГБ. Это надо видеть. Начальник КГБ. Ну он какой начальник? Подполковник Николин Юрий Федорович. Он, Юрий Михайлович, он говорит, мама моя дал обещание. Я сына вашей из тюрьмы выделу. И приехал меня освобождать бумагу. А я говорю, я не буду освобождаться. Мне надо на суд выйти сказать. И написал бумагу. Он мою бумагу порвал. Вышли на колесо Надежды Васильевны там. Стали на колени вместе. И он в этой машине, а сам приехал при полной форме. Вторая строительство 62-16. Я вашей матери обещал, сделал. Его никто не заставлял. Почему Бог так сердца всех располагал? Начальника тюрьмы, следователя. Я знаю, это Бог. И много людей молились. Много. Я там растаял. Мне нужны сапоги. Начальник говорит, нельзя. Все, подслушивается. Потом, дорогой мой, дорогой мой. Я сейчас это беру, говорю и сразу вам даю. Так, быстро. Я сказал, мне сапоги нужны. А там уже по телефону вызвали, чтобы все. Начальник полковник Соломин Александр Семенович. И умрят по-христиански. Это нельзя сделать. Я разговаривал с той дверью веку, унин. По семь лет отсидели. Даже не слышали такое, чтобы двери открывали. Охранник. Охрана. А он майор. Приходит, раздевается. Среди нашей одежды тюремной вешает свой китель. И сидит со мной, разговаривает прям в камере. Не о моих грехах, а о своих. Ну, нас немного, трое. Звали камеры академиков. Главный рыбак Алтайского края. И преподаватель той группы космонавтов. Лозин Анатолий Максимович по аэродинамике. Вот у него знания какие. Вот он сидит. А у меня здесь хорошее зрение было еще. Так. Самолет летит. Так. Вот в этом направлении. Да, правильно. Он летит, называет город. Так. Какая марка самолета? И что он везет? Сколько груз его? По звуку. Вот это я понимаю знания. А что, если им такой профессионал, видел? С советую посмотреть. Который там играет. Вильмандо. Да. Ты должен быть профессионалом в этом деле. Он сказал, да, что он заморозил. Я писал, заморозил. А он даст время тебе. И тогда подробно. А ты пытался перекрещать. И вот и не удастся. Поэтому спокойно. Он руководящий. Я поднял руку, он мне махнул головой. Я сам не вылажу. Моих прав никаких тут нету выше ваших. Вот это для себя возьми. И при том намерения твои тогда были правильные. Но так как ты пытался все есть на туда, ясно дело, что он тебя как Жириновский. Кого нельзя было остановить. Иначе он запретил сметал на своем пути. Не, ну скажите, Жириновский много интересного сказал? Очень много. Сейчас только испытываю. Вопрос вам. Я так не могу. Я не то. Вопрос, Игнат. О, молитва. О, молитва. Притом молитва непрестанная. В день у меня уходило несколько тысяч поклонов. Псалтырь просчитывалось, кроме своей молитвы, за два дня. И в это же время каждую неделю полностью Новый Завет и свидетельство. Притом не назойливо, когда меня попросят. Даже где. Там, так, в туалет идешь, ты должен обернуться, никого нет. И громко сказать, никто не обедает. Один сухарь живет, и ты пошел головой в парашют его засунуть. А я забыл. Там память присутствует. Законы эти надо знать. Я у баптистов здесь был. Северо-западная, кажется, 124. И там, среди отделенных баптистов, сказали, сзади вот этот разрез, зашайте. Я пришел домой, сразу зашел. Я не баптист. И мне сразу это сгодилось. Никогда на спину не ложиться, почки. Ложись только на животе. Это котел. Там все время работаешь, там не простынешь. Я ходил и учился. Понял? Вот к нам возвращается человек, его 5 лет не было, Саша Долгов. Вернулся он опять к нашей группе. А мы же по-кровски ходили. Я говорю, Саша, мы не можем тебя принять как вора. Какого вора? Да я же работал на золотых приисках. Платил десятину лет. Проклятие, вы прокляты. Я заплачу. Так, сколько получал? Пиши. Сколько за 5 лет? Там цифра большая получилась. Я говорю, деньги можешь? У меня как раз только на книжке. Я говорю, идем. Иди снимать с книжки. Принеси нам, отдай. Тогда мы тебя примем. Он принес, я говорю, теперь не надо. Понимаем, сидим к баптистам. И отдай пресвитеру. У них Евангелие печатают подпольно в Латвии. Меня обсуждали. Ты баптист, я Бога отдам. Молодежь арестовывали. Они единственные, которые печатали. Продаже не подлежит. Почему мы заплатили? Ты понял, как я везде прислушивался. Меня обвиняли со всех сторон. Там сектант, баптист. Мне это никакого не играет. У него ничего нет. Вот, 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 вот. Еще бы он его прорегать-то. Масон и все. В любом вопросе. Самое главное. У тебя должно быть то качество, которое сатана не любит. Смирение. 50 му. Я пошел туда. Это как командировка. У меня только первый обыск. Охранники старых проверяют щупом. Батюшка, ты тот раз как семена не был. Это тебе сейчас академия будет. Академия. Я и хотел услышать слово смирение. Я и хотел услышать слово смирение, потому что я молюсь. Ненасмотря на какие-то звуки, ни крики. Я молюсь. А она открыла охранница там. Эй! Молчок. А лежит директор головой туда. А он видит. Она опять кричит. Эй, ты! Батюшка. Он тогда поднял голову. Макака, закрой окошко. Его нет здесь. Как нет? А вон стоит. Его нет. Он на молитве. Его нету в камере в это время. Они все это понимали. Меня нет там. Я в связи с Богом. Я на приеме у Бога. Вот как люди понимали. И кого я не... Саша Огородников не один срок отсидел. Благодарность от королевы Англии имел. А этого не имел. У меня ничего не было. У меня молитва и смирение. Я пришел очистить все. Вот я сегодня мог бы рассказать сон один такой. А прямо даже и неудобно сказать. Вот как Бог располагает в сердце людей. Да кто ты такой на себя берешь? Придумываешь. Нет. Я проснулся и даже увидел. У меня было такое. Утром проснулся. Что-то... Гляжу. У меня на ногах лежит черная змея. Я знаю. Дергаться нельзя. А я не знаю, что. Меня донимает прокурор района. Я потихоньку, потихоньку ноги вот так вот вытянул. Теперь свет зажег. Лежу. Толстый шнурок от ботинок лежит. Черный. Я на молитву встал. И у меня сразу мысль. Подай в суд на прокурора. Я посоветовал с батюшкой. Дал сигнал здесь. А это наша знакомая говорит. Вот это здорово. Я подал в суд. Что из этого было? У меня всякие там обвинения все сняли. И сразу тишина наступила. Я не лез туда. Я это увидел. И на молитве сразу мне Бог положил. Как написать это? Ну я рассказываю. Люди слушают как басня какая-то. А как нас брали? Как мы убегали. Ночью. В темноте. По крышам. Это боевик был. А Саша Долгов. Он не видел собаку. Так провод натянутый. Чтобы она все кто бегает. А он и видел. А он на проволоку. Здоровый такой. Туда. А его проволока до конца почти дошла. Его так кинула. Его назад. Кобелюк этому. Кобелюк. А мы на ту сторону. Туман. А за нами гнали спотовились. А мы поперек. Поперек только выскочили. У нас сразу арестовали. А я посмотрел. Они такие едят. Я говорю. Вы не милиция? Что за нами гоняетесь? Мужик говорит. А мы повыше милиции. Это КГБ. Ну а дальше уже допросы. А я вот. Я давно готовился. С сумочкой ходил. Он всегда с собой. Одежда, сухарики. Кажется. Два года я вдруг не выпускал. Пока не арестовали. Он спросит вопрос. На такой вопрос. Что ты ответишь, если нет? А я благодарю Бога. Батюшка как-то говорил. Хорошо, что брата арестовали. А то молиться негде было. Попомни. Конечно. А нынче, когда, не нынче, в 20-40 году было. Кого? Кто виновен-то? Березки резали. Батюшка говорит. Да ты знаете. Он уже все эти ходовые ходы знает. Я-то напишу. Во всем виноват я. Я давал указания. Поэтому прилиги. Это можно сделать такой интересный режиссура просто настоящая. Да. Ну все. У нас закончилось. У кого вопрос есть по теме? У матросов нет вопросов. Давайте. Мы не матроси. Вопросов нету в двух случаях. Все знает или ничего не знает. Ну, хорошо было. Два раза прочитали. Достойно есть от того истину, блажите Тя, Богородицу, пристно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сомнения Серафим, Безыстрения Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Алектина Пантелеевна, помолитесь, поблагодарите Бога. Драгоценный наш Спаситель, слава Тебе за милость Твою, любовь Твою, за страдания Твои, за избрание наше. Слава Тебе, что мы имеем эту радость в Слове Твоем, Божественном, благодарение Тебе. Слава Тебе за все. Сохрани нас в истине. Господи, не оставь наших детей и внуков, чтобы все пришли к истине и к Тебе. Господь дорогой, Тебя за все благодарим и славим. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. С Богом.